Всем доброе утро, кто ранний в ташке, как говорится, кто рано встает, тому бог подает. Хотел немножечко видос снять, у меня тут какие-то появились злобные хейтеры, не знаю, что я им сделал такого. Пишут, можете почитать под последним видео, пишут, ты алкаш, откуда у тебя деньги на джип? Туда-сюда, блин. Во-первых, ребята, я пью на свои деньги, и вам какая разница, пью я, не пью. Я сейчас расскажу вам небольшую историю. У меня язва желудка 5 лет назад открылась, хроническая стала. И я где-то неделю не пил, не ел. Можете себе представить? Даже воду пил и выворачивал, и сразу бежал в туалет. Вот, и с одной стороны, как бы плохо для здоровья, да, вот это все. А с другой стороны, у меня очистился весь организм. Классно. У меня сейчас мозг работает на, блядь, 200-300%. И, ребята, я бросил пить, я бросил курить. Сейчас курю так, ради интереса. 2-3 сигареты в день, например. Могу вообще не курить, мне без разницы. Там посмотрите, как, кстати, есть у меня два видео, как бросить курить. Очень хороший совет, на себе проверенный. Чай, курите, там нету никотина, у вас нету привычки. Дым есть, вы просто покурили, можете потом вообще не курить. Вы не захочете просто. Вы можете покурить. А если чай купите, например, с ягодами вкуса, вообще будет классно. Или с мятой, вообще будет. И, во-первых, шмотки не пахнут. Просто дым, он так не это не впитывается в табачник. Ну, я немножко отошел от темы. Ну, давайте вот я вам расскажу, откуда у меня джип. Я могу купить курсака себе без проблем. Вот, ребята, смотрите. Вот она на картинке, вот мой джип-дастер. Ну, пока для начала первый джип возьму, покатаюсь. Потом, может, китайца возьму за 20-30 миллионов. Есть хорошие. Вот я пью, пожалуйста. Видите, вот одну банку уже целый день, всю ночь. Я ночью спал, в интернете лазил за работу. Ребята, ну, можете подсчитать, да, примерно, сколько здесь, на ваш взгляд. На двадцатки, это так, мелочи. Лежит тут на сигареты, на пиво. Ну, вот, как-то так, ребята. Подсчитайте, мне интересно, напишите в комментариях. Кто угадает, тому приз. Одну бумажечку, эту двадцаточку подарю. Если кто точно прям скажет, сколько здесь прям. Один можно подсчитать, мне кажется. Ну, конечно, не все видно. Ну, вот, ребята, это я заработал за месяц. Как вы говорите, алкаш. Я грузакасия могу купить, хоть какого, 200-го, 300-го, мне без разницы. Просто, ну, он у меня не надо. Мне пока джипа хватит до стера. Там посмотрим дальше. С полгодика, с годик покатай, сможешь поменять. Я могу каждый месяц машины менять. Не хватит денег, ребята. Ну, все, это я к чему. Просто многие плачут, там, вот, даже у меня, друзья, блин, должны мне, там, по 200 тысяч, 1-6 тысяч долларов. Паша такой толстый, помните? Ездили на рыбалку вместе. Вот я укатал на халяву на своей машине, понимаете? Занял на газель 6 тысяч долларов. А он говорит, я же тебе отдал. Так это было, ребята, 9 лет назад. Доллар был 150 тенге. А сейчас сколько? 500, да, почти? И он говорит, я тебе все отдал. Хотя даже по тем меркам он не отдал мне столько. Он мне 1200 только отдал за все время. Представляете? Представляете, как вот друзья, правильно говорят, хочешь узнать, кто твой друг, займи ему денег. Вот сразу проверится. Сразу всплывает. Есть, друзья, 200 тысяч, полмиллиона должны. Я никогда не жалею. Вот дяденька видели, дедушка, 70-летний гитарист. Я его как бы покровительствую теперь. Я ему, у него сотки нету, интернета нету, ни компьютера, простой телефончик. Ну, я ему просто сегодня 20 тысяч дал. Мне как-то не впадло. Я в день больше зарабатываю, мне не напряжено. В час, можно сказать, а двадцатку могу заработать легко. Поэтому, ну, подарил он. Я тебе отдам обязательно. Говорю, ну, будет время, отдашь. Так что, ребята, делайте добро людям. Не стесняйтесь милостыню подавать. Даже если человек здоровый, ну, просто, может, у него такая жизненная ситуация. Может, он выглядит здоровый, а может, у него какой-то рак, или что, он не может работать, его не принимает. Может, еще какие-то физические. Поэтому, вот, видели рекламы, там, детей, вот это рак. Я вообще не понимаю, а что государство у нас делает? В советское время все было бесплатно. Что делает государство? Для чего мы платим налоги? Дорожный налог, подоходный, медицинский, вот этот налог. Ребята, вот просто мне расскажите, кто-нибудь, чиновники меня смотрят. Объясните мне, депутаты, где деньги? Я понимаю, вы там особняки и строите, дети за границей учатся. Все понимаю. Ну, так вы для народа-то тоже сделаете. В Советском Союзе тоже партийцы, как говорится, для себя жили. Ну, так и народ не бедствовал. Мы ездили с родителями, с сестрой, на месяц, представьте, летом на Черное море. Дом снимали, питались, только утром нас хозяйка кормила и вечером ужином, а днем пляж. И питались не в кафе, а в ресторанах. Черная икра, красная, морепродукты. Ребята, месяц, еще приезжали, еще деньги оставались. Понимаете? Вот я к чему. Так что, я что хочу сказать? Вот вы ноете, да, там, вы просто найдите какую-нибудь подработку. Или на вторую работу устроитесь, если не сильно тяжелую. Или попросите повышения. Может, начальство увидит вам 100 тысяч, там, или 150-200 хватает. Ладно. А вы спросите, вот как я у Стаса Шелипова работал за 100 тысяч. Даже и не я. Жека, вот, с которым мы на Курчум ездили, попросил за меня 200 тысяч. Брат, деньгами вложенный в этот бизнес был, где я работал деньгами, мне несколько миллионов российкой вложил, тоже попросил. Тот нет, не дам. Ну и все, я уволился. Извините, 100 тысяч в наше время не деньги, тем более у меня кредит, кредит только 54 тысячи. Ну, сейчас уже поменьше, я погасил. Сегодня, вчера я погасил его полностью, 440 тысяч отдал, больше не буду в Каспии. Не берите, они такие нудные. День просрочки и начинается с утра до ночи звонки. И вот это, и таким еще нудным голосом, здравствуйте, меня зовут Александр, вы в курсе, что вы вышли на просрочку? Я уже их и матом, они разговор записываются, да мне насрать. Всяко-разно. Потом хорошо, вот этот телефон, вот, Окси купил, вот, кстати, его отремонтировали мне. Вот он, неубиваемый. Помните их? Ну, я его вшатал, он убиваемый. У меня шлейф оторвался, стекло вылетело, ну, я его просто об стену конкретно приложил, уже со всей силы. Так что, если купите, все равно не надо, мне молотком бить, уроните просто, даже там с третьего этажа на асфальт, ничего страшного. А вот специально, конечно, не шатайте, в воду уроните, ничего страшного. Вот к чему, ребята, просто поднимите жопу дивана, включите мозги и найдите подработку. Вот я сейчас, например, могу, сейчас поеду на рыбалку, вот, да, машину заберу. Сейчас сорожка с икрой идет, представьте, какая вкуснота. Она сейчас траву не ест, она чистенькая, только мотылем питалась, вообще икра полностью сейчас. Можно завялить, продать, сейчас две с половиной где-то тысячи килограмм. А я меньше десяти не ловлю за день, понимаете? Ну, я не то, что профессионал, ну, уже места знаю, где, как ловить, как прикормить. Даже одной удочкой, а если же, как говорится, две сделать, просто не с мормышками, а с двумя крючочечками небольшими заглоточками, так ее можно там вообще и в мешок наловить за день, если вот так вот. Даже сетей не надо. Живец стоит в магазине, я знаю, куда сдать, 70 тенге. Живец один. 200 живцов поймать не проблема за день. Это в одного аси 2-3 человека, представьте. Можно вообще тысячу поймать. Главное, сохранить, довезти. Можно самому продавать. Может, видели на OLX спокойно, даже 200 тенге уже есть живец. Я вот выложил объявление, думал, поеду, ну, не получилось, только в выходные, наверное, поеду. Уже звонят. Сначала я по 200 тенге поставил, звонят, 60 по 100 продаж. Я говорю, без проблем. Ну, пока нету, говорю, я еще не ездил, говорю, завтра будет. Хорошо. Через 5 минут перезванивает мужичок, рыбак. А 80 продаж по 80. Я говорю, ну, конечно, какая разница, Господи, там, что эти копейки считать. И опять через 5 минут, видать, это, может, еще кто-то согласится. А 100 живцов по 70 продаж, 7 штук, ребята, на ровном месте. Вынес ему, они тебе деньги отдали. Нет, без проблем. Так что, ребята, способов заработка километров. Вот видели, я готовлю, да, к примеру. Магазин зашел, у них салатики лежат там простые. Свекла с чесноком, майонезом, ну, такие всякие. Я говорю, это, возьмете корейский салат? У меня, говорю, не говорю, что я, потому что как-то не доверяют мужику, что это, типа, готовят. Я говорю, у меня подруга, говорю, это, кореньяночка, кореньянка, это, ну, хороший салат и настоящий корейский делает. Возьмете под реализацию. Тебе сколько? Я говорю, ну, тысяча. Они, конечно, возьмем, свою цену поставим. Только расфасуйте, типа, в эти маленькие баночки. Говорю, да давайте я в мешке принесу, а будешь как хотите. Потому что в банке 100 грамм или 200, а кому-то 300 надо. 400, у кого сколько денег, может вообще 350. Бывает же, что денег не хватает. Сами уже будете, у вас весы, все. Без проблем приноси. Я говорю, сколько они? Ну, 10 килограмм. Это один магазин. На 10 килограмм, вот я делал хеда, 3 килограмма, ушло полчаса. Ну, на 10 килограмм, да, у меня сейчас чистилка, рука не болится, легко чистить. Можно вообще электрическую купить чистилку овощиной. Если уж, как говорится, на поток поставить. 10 килограмм, ну, час-два от силы работы. Пожалуйста. 10 тысяч. А магазинов-то их много. Даже 5 магазинов найдешь. Можно самому даже. Вот я уже вот этому дедушке Гене предложил у него. Вот он в переходе там копейки эти. Ну, 2-3 тысячи за вечер от силы этот самый потолок. Я ему предложил рыбу. Говорю, вот я тебе цену скажу, Вярину. А ты, он на защите живет. Пробей в магазинах, сейчас узнать. Он говорит, да, узнаем, пивники, все. Все, я тебе рыбу дал, ты пошел сдал, сколько хочешь на цене. Я сильно ломить не буду у меня. Без разницы. Я все равно попутно рыбачу для удовольствия. А рыбу это так поймал. Хорошо не поймал. Так что, ребята, способов километров. Если сами не можете найти, напишите мне, я вам подскажу. Именно по вашей профессии или чему. Я вот, например, это, устроился уже риэлтором по недвижимости. И тут же, понимаете, был безработный. Целый год я не работал. Я все наследство, я потратил на кредиты, на жрачку, на бухалово. Правильно говоришь, что вроде алкаш. Но я не алкаш, я любитель выпить. Просто я люблю пиво, например, красное икро, черное. Поэтому сколько денег. Три миллиона я за год шатал наличкой. Плюс две машины пропил. А 99-ю за, кто мои ролики видел, 99-ю за 800 тысяч продал пропил. И Неву за полтора миллиона также продал и пропил. Так что, как может быть и алкаш, но это мои деньги, ребята. Я не ворую. Я сам зарабатываю. Ну все. Давайте еще раз вам покажу. Вот селедочка. Икру не стал уже брать. Но она тем более может быть сейчас и подделка. Сейчас всякую лягушачью и только из водорослей. Что они только не делают. Поэтому если сам вот поймаю, вот они, денежки. Сразу скажу, больше пяти миллионов. Кто точно угадает, двадцатка ваша. Напишите мне свои контакты, где встретимся, я вам отдам. Я честный человек. Вот я воблеры разыгрывал. Евгений Коломис выиграл. Он в деревне где-то живет. Говорит, я не бываю в городе. Когда буду, позвоню и что-то. Ну не надо, не надо. Они, конечно, китайцы. По 400-500 еген. Ну, пять воблеров, извините, новых на халяву. Кому помешает, да? Так что, Евгений, если будешь смотреть, звони. Они на месте. Ну, уже скрытые. Я пробовал их. Но они целые. На них одну щеку только поймал. Все целое. Ну, просто облаковки выкинул. Чтоб место не занимали. Все, ребята. Как-нибудь вот на такой ноте позитивные. Прекращаю свое вещание. Если что, расскажу. Как бросить курить. Как бросить пить. Как похудеть. Я похудел, ребята. Я 87 килограммов весил. Вы мне сейчас посмотрели. А сейчас смотрите. О, красота. Мне никто 46 лет не дает. Сейчас, особенно если побриться. Вообще 30-ку дают от силы. Похудел. Все расскажу кому. Кто трудно что-то похудеть. Расскажу, как это делается. Кто хочет научиться рыбачить. Зимняя, летняя рыбалка. Обращайтесь. Если кто-то умеет рыбачить. Ну, места только где-то возле города. Пожалуйста, ребята. Любая рыба. Таймень, Хариус, Ленок. Горные реки. Любые. Места знаю, где Тайменя вы поймаете 100%. А там уже, ну, идите или отпустите. Вон, краснокнижный. Имейте в виду 2 миллиона килограмм сейчас стоит. Раньше за голову было. Не важно, какой вес. Сейчас за килограмм сделали. За предки знаю. Можно договориться, в принципе, с рыбнадзором. Знаю, где стерлить половить. Нельму на Иртыше. Так что обращайтесь. А уж щука, сазан, сорожка, линь. Вот это. Вся вот это. Ну, как лещ. Это все. Без проблем. Азовку, шульбу знаю. Где что там. Судака можно найти. Окуня крупного килограммового. Жарта знаю. Там тоже окунь до 2 килограмм. Представьте, кто хочет трофейную на рыбалку. Так что обращайтесь. У меня своя машина есть. Можем. Вы можете на своей. Я, например, на своей с кем-то. Можете со мной. Ну, там, конечно, придется на бензин. И мне как бы это. Это же работа будет все равно. И мне. Я сильно ломить не буду. Давайте, ребята. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Задаем вопросы. Спрашиваем. А то как-то пару комментариев напишут. Вроде несколько тысяч просмотров ролика. Как-то лайков штук 20-30. Ну, я не знаю. Трудно нажать, что ли, лайк. Или подписаться. Вам-то что? Это же бесплатно. А у меня стимул дополнительный. Во-первых, будет заработок дополнительный. У меня пока нет еще монетизации. У меня тысяча подписчиков. У меня чуть-чуть осталось. У меня 737 подписчиков. Это получается. 223 еще осталось. Ну, видите, я стараюсь. Видосы каждый день даже по нескольку выкладываю. Все, ребята. Давайте не болейте. Всем благосостояние. Чтоб в этом году загадали. И все сбудет у вас. Машины там новые. Квартиры. Кто-то машину хочет поменять. Ну, кого какие желания. Смотрите, ребята. Это реально. Перед тем, как это у меня язва открылась. Ребята, ну, не поверите. Я последние деньги напачку сигарет. Копейками, двоечками и десятиками. Насобирал. Потому что я кредит всегда платил, в первую очередь. А тут нет денег и заработка. Я нашел работу. А, все, это траванулся. Ну, в смысле, целую неделю лежал. Не смог выйти на работу. Конечно, ни другого. И все. И у меня не было денег. Представьте. Я чай курил. Вот посмотрите видео. У меня кончился чай. Сахар. Я пил. У меня лимон кусочек остался. Просто с кипятком пил. Был кипяток просто вкусом лимончика. Без сахара. Понимаете? А сейчас вот, пожалуйста. Полный холодильник. Без проблем. Могу еще больше затарить. Ну, просто как бы и в тему. Вот, смотрите. Могу себе позволить сейчас все, что захочу. Ну, вот взял вот колбаска печеночная, масло, сыр. Вот каждый день. Всегда у меня вот стоит вот это. И я никогда целью не задаюсь все это выжрать. Понимаете? Вот картошечка жареная. Здесь пельмени. Здесь лапша с картошкой. Вот они, мантики. Видишь? Тысячу девицот. Вот пельмешки примерно столько же стоят. Сразу килограммом беру. Завтра мясца наберу. Курицы, свининки, говядинки, сальса возьму, чтобы на рыбалку брать. Ну, все, ребята. Не буду затягивать видос. Берите себя в руки. Я говорю, если сами не можете что-то придумать, пишите. Я вам бесплатно совет дам. Я не крахобор какой-то. Я не жадный. Все, давайте. Не забываем подписываться. Ставить лайки. И вот еще видео посмотрите с молодым парнем. И с Геной. Вот гитаристы. Как бы я покровитель. Рекламу ему закинул все равно. И видео снял, чтобы хоть какие-то... Ну, нету. Тот студент молодой. Вообще ему 20 лет. Посмотрите видео. Ну, нету денег. Он тем более не местный. В общаге живет. Поэтому. И вот Гена тоже. Хоть он и как бы одет как бомж. Он не бомж. Он на защите живет. Но нету денег. Он не рассказывает, что случилось. Люди обычно об этом не умалчивают. Ну, и я не спрашивал сильно. Я помогаю по мере возможностей. Поэтому, ребята, если есть какие-то возможности, я вам дам контакты. Не надо мне денег. Ничего не надо. Можете мне. Я сам передам. Как говорится. Если не доверяйте, я вам просто телефоны вам оставлю. Сами позвоните. Кто-то деньгами может поможет. Может кто-то на работу устроит. Вот он музыкант. Да? Может кто-то хочет на гитаре научиться играть. И он научит вас. Испанским мелодиям. Бою, перебор. Чему хотите. Любым песням. Может кто-то ему работу предложит. В какой-то музыкальной школе. Или что. Ну, человеку 70 лет. Он даже, по-моему, на пенсию не заработал. Сказать, что-то, наверное, не получилось. Может документы потерял. Ну, всякое же. А здесь студент молодой тоже. Ни денег, ни фига. Вот он стоит в переходе тоже за эти тысячу-две. Горбатится. Да, кстати, с ним в дуэте там есть. Спел. Сразу деньги начали кидать. Я ему предложил. Давай, говорю, иногда будем. Давай. А то он как-то поет. Ему нифига не кидает. Редко. А со мной вот спел нормально. У меня хоть голос, как говорится, я не музыкант. Сейчас вам спою. Просто настроение, когда хорошее. В полбанки пива выпил. Можно сказать, трезвый. И таял снег на ладонях твоих. А мы смеялись и ждали лето. Нам ночь была коротка на двоих. Но так сильны лучи рассвета. Что-то со мной случилось. Вспомню забытый твой маршрут. И если ты мне приснилась, Завтра тебе скажу. Я тебя, девочка, помню. Я тебя, милая, не забыл. Мы повстречались весною. Помнишь, над нами месяц всплыл. И таял снег на ладонях твоих. А мы смеялись и ждали лето. Нам ночь была коротка на двоих. Но так сильны лучи рассвета. Что-то со мной случилось. Вспомню забытый твой маршрут. И если ты мне приснилась, Завтра тебе скажу. Я тебя, девочка, помню. Я тебя, милая, не забыл. Мы повстречались весною. Помнишь, над нами месяц всплыл. Белые розы, белые розы, Беззащитные шипы. Что с вами сделал снег и морозы? Лед витрин голубых. Люди украсят с вами свой праздник Лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать На белом холодном огне. Все, ребятки, ладно. Буду дальше грузить. Еще вам покажу картину. Я думаю, каждый не откажется, да, От такой картины. За месяц заработать больше пяти миллионов. Так что я говорю, Не проблема с джипами. Так что это... Илюша, вот самый злобный. Главное, раньше, когда готовку выкладывал, Многим наоборот, Говорят, что ты в бабку не выкладываешь, Нафиг эта готовка. А он наоборот, говорит, мне нравится. А ты что-то как начал? Я вот машину выбирал, да, Вот у меня сериал несколько серий. Как начал? Ты алкаш. Откуда у тебя деньги на джипе? Туда-сюда. Вот, Илюша, показываю тебе, Откуда у меня деньги рассказал. Думаю, вопросы все отпали. Я, кстати, не злопамятный. Хочешь, на рыбалку вместе съездим, Я тебя скатаю даже на халяву. Я не думаю, что ты такой богатый. Потому что у меня все-таки 98-й бензин будет. А он, по-моему, около 300, что ли, тиген. Ну, не помню, я не заправлялся. Знаю, что больше 250, помню, 95-й, 98-й буду заливать, что мне экономить. Так что, Илюша, не подавись же, Смотри, не подавись своей желчью, да? Вот эти гнусные комментарии. Еще там какой-то у него есть прихлебатель. Или знаешь, с какой вы помойки вылезли, ребята? Мы сами бомжи по этому. Или алкаши стараетесь. Говорят же, у себя бревно в глазу не замечаешь, у другого соринку. Так и вы всех обсираете, а сами, может, такие же. Все, ладно, ребята, не буду грузить. Все, давайте рабочего дня вам, кто чем занимается. Если на рыбалку, ни хвоста, ни чешуи, там охота с полем, там, или как говорится. Все, ребята, давайте, до новых встреч. Думаю, сегодня что-нибудь выложу, тоже интересно. Может, ни один, ни два ролика. Каждый день буду выкладывать, все равно. Я всегда с собой камеру беру. Как, помните, сам себе режиссер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вот, я так же. Любые моменты. Может, кто-то еще встретится из музыкантов там. Вот, кстати, еще вам пример. Если умеете петь или играть на чем-то, пожалуйста. Можно не обязательно в переходе. Просто на улице, если, как говорится, у вас мужа свое есть такое. Или там девушка. Можно зарабатывать легально. Не надо там наркоту протолкать или проституцией заниматься. Тысячи способов, миллионы даже легально заработать. Не напрягаясь. Можно вообще дома. Вот я монетизацию, если подключу, я даже ночью буду спать. Все равно ролики смотрю. Рекламу кто-то посмотрел, не перемотал. Мне будут капать деньги. Так что, можете каналы открыть. Инстаграм, Ютуб, Телеграм, ТикТок. Все, сразу. Я вот видос снимаю, сразу. ТикТок, Телеграм, Инстаграм, Ютуб. Сразу выкидываю. Потом еще длинные видео. Потом еще шорты с них нарезаю. Вижу, что видео зашло. И потом интересные моменты. Шорты вообще залетают. За час одну до четырех тысяч сразу просмотров может шорт дать. Это сразу около семидесяти подписчиков. Так что, легко сейчас. Насчет шортов сейчас подняться вообще очень легко канал. Потом уже постепенно можно длинные видео вводить. Потому что одни шорты тоже как бы. Это не так уж серьезно. Что там тебе полминутки посмотрели. Даже минуту перематывать умудряются. Всего 20 секунд смотреть. Насколько люди, я не знаю, уже то ли винивые, то ли прям такие занятые, что у них минуты нету посмотреть. Я вот, например, вообще не смотрю ролик. Я люблю Сергея Митягина. У него вообще час-полтора ролики. Два. Может видели. Вот он на Таймене ездит. Там на вертолетах летает. Там глухую тайгу. Я если его смотрю, я буду веселее смотреть. Даже засну бывает. Потом вспоминай на каком моменте, на следующий день досмотрю. Любые ролики. Даже мне если не понравится, я все равно досмотрю до конца. Я уважаю, потому что это труд. Я знаю, что это такое. Это кажется, что это легко. Полчасовое видео, 5-6 часов занимает монтаж. Понимаете? А это когда ладно, когда только блогерство. Как говорится, у вас целые сутки свободны. А когда на работу утром. Вот я с рыбалки приезжал в пятницу. Начинал видео монтировать, чтобы в понедельник выложить. До 2-3 ночи. В 6 уже вставал. В 5 вставал. Понимаете? 2-3 часа всего спал. Ну, потом, конечно, отсыпался уже. В выходные там. А, в воскресенье. Извиняюсь, я немножко неправильно сказал. В воскресенье приезжал. А в понедельник на работу я монтировал ролик. 3 часа всего спал. Ну, конечно, потом приходишь, на следующий день уже спишься. Все, и в понедельник укладываешь видос. Все. Это тяжкий труд. А если часовое видео, то считайте, полсуток надо потерять. Прямо вот сидеть за компьютером конкретно. Потом уже, когда смонтировали, уже делаете его, чтобы он для Ютуба делался. Да, уже все расслабились. Можете ходить, вот там будут компьютеры. А это-то все руками надо делать. Головой думать. Какие-то маты вырезать. Какую-то музыку ставить. Все, ребята. Подписываемся. И про Геннадия не забываем с Алексеем. Контакты оставлю, если что. Потом это... Под их... Под их... Под их... Под их видео я их телефон не оставлю. Геннадий уже есть телефон, а у этого я забыл. Ну, встречусь. Он каждый день переходит в этом надземном. Так что кто чем может, ребяток. Не обязательно деньгами. Работой помогите. Может какая-то подработка есть. Может у вас там снег надо почистить. Или что. Они на все согласны. За любую, как говорится, оплату. Сына тоже не наглейте. В Расту не загоняйте. Потому что у людей тяжелая ситуация. Все, давайте. Это может оказаться... Вот такой ситуации каждый. Не надо там, ой, я крутой. Я уйта все быдло не считал. Вот как Илья, да, меня считает алкашом. Типа он такой крутой. Да сам он алкаш. Стопудовый. Сам бухает. Просто всех обсирает. Есть такие люди, они не могут спокойно спать, чтобы не обосрать. Это просто зависть. Они видят, что у человека поднимается канал, растет подписчики. Хороший комментарий. Вот надо свое говно сюда влить. Люди таких много. Очень много, кстати. Которые вот именно любят гадости. Чтобы всем плохо было. И мне плохо. И чтобы всем кругом было плохо. Есть же поговорка. К корову соседа сдохло. И вся деревня радуется. Потому что сосед вряд ли был. Корова-то вообще ни при чем. Все, ребят. Ладно, грузить не буду. Ну, я все равно много очень... И на хороших людей. Которые и помогают. И последнюю рубашку. Я тоже последние деньги другу. Вот я говорю. 200 тысяч, которые мне Тимур должен. Я 3000 последний отдал. 2000 бумажкой. И наскрел полтинниками, стольниками. У меня даже на сигарету. Вот потом я говорю, чай курю. И чай потом кончился. И сахар. И все. Мне не жалко. Для друзей, кто ко мне хорошо относится. Я последнюю рубашку сниму. И отдам. Все. Все, ребята. Давайте. Давайте.